Всем привет ребятушки и вы на канале турагентство путеводная звезда, а мы продолжаем исследовать Таиланд. Если вы не смотрели две предыдущие серии, обязательно найдите их на нашем ютуб канале. В первой части мы впечатляемся Бангкоком и Паттайей, во второй мы исследуем пляжные возможности острова Пхукет. А это уже третья серия нашего большого трипа по этой удивительной стране. В ней мы пройдемся по провинции Краби. Покажем чем впечатляет необычайно красивый полуостров Рейли с его белоснежными пляжами и как на одном из них тайцы почитают фалосы. Сберемся на очень высокую гору, с которой открываются впечатляющие виды на окрестности и где восседает с безмятежной улыбкой сам Будда. Расскажем, как тайцы добывали всем известный каучик. Заедем в два заповедника с буйством первозданной тропической растительности и завершим наш трип в регионе Каулак, где пустынные песчаные пляжи живут по соседству с очень красивыми и в то же время недорогими пятизвездочными объектами. Мы въехали в провинцию Ханга. Сейчас пересечем границу с провинцией Краби, куда мы сейчас направляемся. И что отличает вот эти места, особенно провинцию Краби, вот такие карстовые скалы. И в этом видео будет очень много красивых мест, где вы будете любоваться вот такими красивыми пейзажами, поэтому смотрите обязательно это видео. По пути с Пхукета в провинцию Краби мы остановились в небольшой деревушке, как раз около школы, где в это время закончились занятия. К нашему удивлению, большое количество мамочек приехало за своими детишками как раз таки на байках. У нас это обычно происходит на автомобилях. И вот мамочки сажали своих детишек по двое, по трое на байк и веселые компании уезжали домой. Ну вот мы немножко повеселились с детьми. Очень приятные люди. Я нигде не видел вот в туристической зоне таких приятных, таких открытых, улыбающихся людей. Как здесь. Ребятки, вот с такого уютного, зеленого, свеженького, хорошо оформленного отеля начинается наше пребывание в регионе Краби, в местечке Аонан, Таиланд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это провинция Краби. Как вы поняли, городок Аонанг. Здесь находится пляж этого региона. Пляж неплохой, нехороший, стандартный для Таиланда. Но чем знаменит Краби, сейчас я вам покажу, тем, что здесь рядышком есть очень красивые пляжи, на которые туристов возят со всей этой провинции, из Пхукета, из других островов. Отсюда можно легко добраться всего лишь за 200 бат туда-обратно. 200 бат – это 6 с чем-то долларов на лодочке. Смотрите, рассказываю. Здесь такой Т-образный перекресток, береговая линия. И от нее перпендикулярно отходит центральная улица Аонанга. И вот здесь находится туристический информационный центр. Здесь продаются билетики на эти самые лодочки. Здесь можно уплыть на пляжи Рейли, Тансай и Прананг. Также отсюда отправляются на красивые острова, но в данном случае билетики стоят дороже. Ну вот, мы буквально подошли, нам говорят, let's go, ребята, пойдем. Пока мы плывем на наш первый пляж, я вам кратко расскажу историю возникновения этих красивых карстовых скал. Давным-давно неглубокое море покрывало всю территорию Южной Азии. В нем медленно наслаивались друг на друга остатки ракушек и кораллов. Вдавленные глубоко в землю, эти остатки микроорганизмов превратились в известняк. Около 60 миллионов лет назад, когда Индия столкнулась с Азиатским континентом, известняковые отложения были вытолкнуты на поверхность земли по всей территории от Центрального Китая до Филиппинских островов. В заливе Пханга карстовые скалы выглядят наиболее впечатляюще и живописно. Колебание уровня моря во время ледникового периода привело к многочисленным эрозиям в мягкой породе. Тропические дожди и реки также веками подтачивали известняк. В результате всех этих природных процессов мы с вами можем наблюдать необычайно красивые природные пейзажи, от которых действительно захватывает дух. Действительно очень красивые виды. Очень жаль, что нету солнышка, они бы были еще лучше. Но здесь есть большой сегодня плюс. Сегодня с утра поморосил дождик. И сегодня нет такой жары, как это было обычно. То есть сейчас градусов 29, поверьте, это уже нормально. За вот этим пляжем находятся несколько таких частных вилл, которые наверняка сдаются. Здесь такая приватная обстановка. Красиво, атмосферно, уютно. Плюс шикарнейший вид вот как раз на эти островки. Плюс шикарнейший вид вот как раз на эти островки. Ребятки, этот пляж знаменит еще одной штукой. Точнее штуками. Я сейчас прошу убрать детей младше 12 лет от экрана. Потому что я вам буду показывать. В общем, смотрите. Большинство туристов приезжают на пляж Прананг, чтобы позагорать на белоснежной песочке, покупаться в бирюзовой водичке или же полюбоваться здешними пейзажами. Или жители Таиланда знают, что это далеко не самое главное, ради чего стоит посетить это место. На этом пляже находится священная пещера богини Прананг. Существует множество легенд о девушке по имени Прананг, в которую тайцы верят. Поэтому каждый, кто захочет посетить ее, должен помнить это и относиться с уважением к верованиям местных жителей. В дар богини принято приносить фалосы. Существует масса догадок на тем, для чего нужно приносить именно фалос. К примеру, для того, чтобы получить хороший улов, рыбаки приносят в пещеру Прананг фигурки фалоса, вырезанные из дерева. Иногда пещеру принцессы Прананг называют пещера плодородия. По поверью, если загадать желание в этой пещере, то он обязательно сбудется. Девушки, которые хотят забеременеть, также приезжают в пещеру попросить богиню о заветном. Любой желающий может принести сюда фалические извояния и загадать свое желание. Также в этих местах и на этом пляже Прананг очень часто приезжают люди, которые любят взбираться на скалы, причем вертикально ответственные, даже с отрицательным уклоном. Посмотрите, как они это делают. Редактор субтитров А.Семкин Ну и количество зрителей в отношении к тем, кто взбирается, 20 к 1. Ребятушки, я всегда говорю, что Таиланд это та страна, в которую ездят не за все включено, не за крутыми отелями, которые здесь в принципе тоже есть. Сюда ездят за эмоциями. И вот они здесь зашкаливают. Эта страна дарит такое количество эмоций, ты удивляешься фактически на каждом шагу. Глазами, ушами, носом. То есть тебя окружают такое большое количество незнакомых тебе вещей, что твои рецепторы, органы обоняния, связания испытывают какой-то такой оргазм, как это сейчас у меня. Мы видим такую красоту, видим столько всего необычного. Все это в одной стране. Приезжайте сюда. Ну что, ребятки, мы покидаем этот пляж и пытаемся, попробуем сейчас пройти на пляж Рейли. Мы сначала ломали голову, как это сделать. Делюсь информацией. Здесь, вот в этом месте, где лазят вот эти скалолазы, слева от них есть между зданием проход до пляжа Рейли. То есть отсюда вы можете пешком перейти в поселочек Рейли и там сразу на другую сторону, на пляж Рейли, что мы сейчас и проделаем. Ну вот, ребят, это именно та часть, куда приплывают все экскурсионные лодки. Вот пример. Именно отсюда туристы расходятся по маленьким пляжам, по другую сторону от этой вот пристани. Водичка здесь сразу похуже, но здесь не купаются. Здесь сугубо такой маленький порт. Видите, ребята, я вам рассказал, как сюда приехать не на часик с экскурсией, а жить рядышком здесь недалеко и очень недорого побывать на всех этих пляжах, когда вас никто не подгавняет... Пока вас никто не подгавняет. Ну, в принципе, это так и есть. Смотрите, все организованные толпой приезжают, все организованные толпой уезжают. Ну, везде толпой. А вдруг вы захотели здесь остаться, погулять, побыть? А нет. Милости прошу на лодку. А мы сейчас пойдем и покажем вам противоположную сторону этой бухты, пляж Рейли. Здесь, кстати, в этом месте есть достаточно много отелей. То есть вы можете приплыть и остановиться. Но вот когда сюда плыли, с нами была пара, они с чемоданами грузились на нашу маленькую лодочку и ехали в какой-то из отелей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас мы идем на противоположную сторону. Там была бухта, куда приплывают лодочки. А мы сейчас идем через территорию отелей на противоположную сторону, где находятся красивые пляжи. И здесь вокруг такие отели. Они в виде домиков, бунгала. Ну, вот такая обстановка. Такая вот экзотика-экзотика. Такой вот рай-рай. Зеленый, теплый. Щебечут птички. Здравствуйте. Сейчас нам шел кто-то, наверное, из персонала отеля навстречу. Думали, что мы, проживающие в этом отеле, с нами так поздоровались. Так, Савадикап. Савадикап – это по-тайски привет, в случае, если это говорит девушка. А Савадикап – это привет, ну, здравствуйте, если это говорит мужчина. Причем последнюю букву А они очень сильно тянут. Так, Савадикап. Вот, знаете. А еще я очень долго учил слово, Капхункап – это по-тайски спасибо, если говорит мужчина, и Капхунка – это если говорит женщина. Пройдя сквозь отель, мы вышли к Рейли-Вест. По сравнению с предыдущим пляжем Пронанг, он значительно больше. Его длина около 600 метров, и, как вы видите, пляж достаточно широкий, что позволяет всем отдыхающим комфортно разместиться на нем. С обеих сторон пляж упирается в красивенные, величественные карстовые скалы, поросшие буйной зеленой растительностью, что делает визуальную картинку действительно потрясной. Несмотря на многочисленные деревья вдоль пляжа, тень здесь только до обеда. Заход в море очень плавный, море мелкое. Вода в море очень теплая, чистая и прозрачная, даже несмотря на множество лодок. Пляжные зонтики и лежаки здесь принадлежат только береговым отелям и предназначены исключительно для постояльцев. Нужно отметить, что в окрестностях Рейли-Вест находится небольшая улочка с магазинчиками и кафешками, и несколько как больших, так и маленьких отелей, добраться к которым можно только на лодке, так как дороги сюда нет. Выбирая между экскурсией на полуостров, Рейли и проживанием здесь, я лично остановился бы здесь на несколько дней, чтобы сполна насладиться этим природным великолепием. Ну что, вам понравились пляжи региона Рейли? Мы спешим показать вам еще одну достопримечательность. Здесь есть такой высоченный подъем наверх, много ступенек, поднимаешься, оттуда открываются очень красивые виды. Сейчас уже поздновато, и мы бегом спешим подняться туда. Ну и, соответственно, если нам удастся, вы это тоже увидите. А чтобы узнать, смотрите дальше. Это место называется храм пещеры Тигра. Храм находится в природном гроте у подножия горы, которую мы, кстати, собираемся покорить. На ее вершине восседает золотой Будда, а чтобы к нему попасть, нужно преодолеть 1237 ступенек. Также рядом находится небольшой китайский храм богини Гуани, и строится величественная пагода высотой в 90 метров. Начинается наш путь отсюда, и нам перестает 1237 ступенек. Усложняется это тем, что нас мало времени, мы будем спешить. Облегчается тем, что сейчас вечер, и не так жарко, как это делать днем. Могу вам сказать, ступенечки здесь очень ответственные и очень крутые. Мы переводим дух. Первый красивый вид. Но я вам скажу, ребята, очень тяжело. То есть здесь реально такой достаточно вертикальный подъем. То есть высота ступеньки раза в полтора больше, чем ее ширина. То есть ты фактически поднимаешься отвесно. Вот как-то вот так. Видите, какой крутой подъем. 1237 ступенек. Но мы идем. Вот тут такие маленькие позолоченные пагодки. Тяжело реально. На улице Грассово 29. Благо солнце не светит. Точнее, не с той стороны горы. Вот такой вид. Вот фактически мы уже поднялись вот с уровня дороги. Это полный. Самый тяжелый подъем в моей жизни. 863 ступеньки. Две трети пройдено. Что называется, я чувствую сердцебиение всем телом. Эффект бани, когда вы полностью покрываетесь потом. Вот так вот. Все лицо, спина полностью весь мокрый. С тебя вот так вот капает. Ребята, ну блин, если вы лайк не поставите, мы еще пытаемся снимать. Смотрите, как Виктория мучается. Блин, я на вас очень сильно обижусь. Я вот посмотрю, сколько просмотров, должно быть столько лайков. Даже просто вот за то, что мы сюда идем. О, вот так вот. Ой, блин, сколько-то ступенек, не вижу. Блин, 948. Здесь такой товарищ с кошкой сидит. Облаговоние. И вот такой вид. Вот она провинция Краби. И мы фактически на высоте птичьего полета. Или, как я сейчас говорю, на высоте дронов. Это еще 263. Сейчас садится солнце. Виктория меня догоняет. Очень тяжело. Здесь надо еще разбиваться. Фу. Все. Я здесь. И это круто. Ребята, ну с вас, блин, точно лайк. Очень тяжелый подъем. Но, знаете, мои достижения меркнут, когда я увидел пятилетнего тайского мальчика, который сейчас тоже сюда поднялся. В общем, ребятки, это своего рода очищение подняться сюда. Вымаливание грехов, потому что это действительно тяжело. Но стоит подняться сюда, да, обязательно. И ближе к вечеру, чтобы вам было легче, потому что не так жарко. И плюс, как бонус, шикарный закат среди вот этих красивенных гор региона Краби. Субтитры создавал DimaTorzok Ребятки, ну, я вам немножечко азиатского дождя, без которого в Азии никак. Хочу немножечко показать. Он нас впервые застиг за, уже мы здесь, 9 ночей. Ну, фактически 10 дней мы в Азии. Он впервые нас настиг днем. Ну вот, ребятки, повсюду лужи. Стало свежо. А это значит, что дождик закончился. Каких-то 20-25 минут сильного ливня, и все, все хорошо. При этом не становится холодно. Ключевой момент. Многие из вас думают, что раз в Азии дождь, значит, становится холодно и неуютно. Ну что, ребятки, мы покинули. Гостеприимный, Краби, красивый, безумно красивый, интересный регион. И направляемся также в неизвестный вам, ну, кто-то знает, но далеко не все, регион Каулак. Там у нас будет хороший отель, я вам его покажу. На берегу моря. И будет просто релакс. То есть, вот тот отдых, который многие из вас любят. А сейчас посмотрите немножечко красивые, живописные дороги провинции Краби. Ребятки, я захотел остановиться, сам посмотреть и вам показать. Во-первых, обалденно красивое место. Вот наша машинка. Мы сейчас остановились на дороге. Кстати, замечу, дороги очень хорошие, комфортные, с разметкой, со знаками. То есть, на машине ездить приятно. Единственное, что правый руль, а не левый. Но я остановился, хочу вам показать место. Здесь очень много, в Таиланде, и вот в провинции Краби очень много деревьев каучковых. Я вам хочу показать, как из них получают этот самый каучук. Вот смотрите, сделан надрез коры, и в чашечку потихонечку собирается каучук. Очень похоже, как у нас в наших краях собирают березовый сок. И вот очень много деревьев, и около каждого дерева есть такая чашечка. Вот видите, по коре собирается такой сок. И вот из этого потом делают каучук. Ребят, ну и в продолжение каучуковой темы мы еще в одном месте обнаружили уже, смотрите. Вот его, наверное, очень давно не собирали. И видите, оно переполнено. И мы видели машины с такими кусками вот этого вот латекса, вернее каучука. Они возят вот такие, как колобки такие из этого... И из этой вещи делают подушки, матрасы, которые очень многие привозят из Таиланда. Вот такая интересная вещь. Я думаю, вам интересно было посмотреть, как получают каучук в Таиланде. Я это видел раньше издали, но сейчас вот даже самому было интересно посмотреть на это беленькое молочко. Вот. А еще здесь в Таиланде, вот наверняка вы сейчас на видео видели, очень много пальм. Они высажены рядами. Это масличная пальма. Ее искусственно высаживают. И даже здесь местные экологи бьют тревогу, потому что тайцы вырубают естественные джунгли и засаживают масличной пальмой. А из нее делают пальмовое масло. Мы продолжаем ехать и продолжаем останавливаться. Мы едем и... Вау! Вау! Посмотри, как красиво! А вот здесь. И периодически хочется остановиться. И вот в одном месте мы тоже остановились. Смотрите, какая пальмовая роща. Только не масличная пальма, которую я вам показывал, а вот такая худенькая, высокая пальма. Любуйтесь. У нас еще одна плюшечка для вас. Мы приехали в такой заповедник, малопосещаемый туристами, но те, кто его посещал, очень хвалили. И мы соблазнились этим. Приехали сюда, как обычно, никого, потому что не массовый туристический маршрут, куда водят всех туристов. Плюс низкий сезон. И сейчас мы вам покажем эту природную красоту провинции Краби. Объясню, куда мы приехали. Мы приехали в заповедник. Извините, буду читать. Тха-пом-клонг-сонг-нам-краби. Что это такое? Смотрите. Это место мало кому известно, но заслуживает внимания тех, кто любит первозданную природную красоту, поэтому делюсь им с вами, друзья. Парк со сложным названием Та-пом-клонг-сонг небольшое, но действительно необычное место, где можно передвигаться только по специальным дорожкам, так как местность вокруг заболочена, потому что она находится в устье реки. Расположен этот трек в прибрежных болотах провинции Краби. В зависимости от морских приливов и отливов вода в ручье может быть пресной или подсоленной. Вместе с приливами и отливами здесь также меняется цвет воды. Особенно необыкновенно смотрится пирюзово-голубой цвет, который проявляется как раз во время отлива. Давайте полюбуемся этой умиротворенной обстановкой парка вместе. Также в парке нам повезло увидеть колонию термитов. Их вереница растянулась на несколько метров. Термиты – это такие социальные насекомые, которые чем-то похожи на муравьев. Сами тайцы их очень не любят, так как поедая древесину, они могут разрушить целое деревянное здание. КОНЕЦ Ребята, во многих местах, где я вот недавно снимал, здесь запрещено купаться. Штраф 500 бат. Но это больше, чем 15 долларов. И в конце маршрута есть такое место, где все-таки покупаться можно. Так что, если вы хотите искупнуться в этой водичке, не рискуйте, дойдите до конца, и здесь будет такое место, где вы сможете искупнуться. Когда мы сюда зашли, как-то было, ну, так, идем себе, идем, идем себе, идем. Как-то так вода грязная, мусор плавает. Но чем дальше, чем становится интереснее. Попадаются всякие улиточки. Летают птички. Различные звуки. Затем вода стала становиться все чище и чище. Плавают рыбки. То есть, фактически, вы идете сквозь джунгли, только по вот такой удобной дорожке. Не нужно там прорубаться с мачете. Слушайте природу, смотрите растения, наблюдаете за птичками, смотрите и гнезда, рыбки, бабочки. И очень такая умиротворенная атмосфера. Даже вот просто постоять, помолчать и послушать звуки природы. Однозначно рекомендую для какой-то такой вот душевной гармонии, для единения с природой. Если вы такое любите, то приезжайте. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребятки, давайте вас еще одним национальным природным заповедником в Таиланде побаловать. Это уже провинция Пханга. И мы пришли Nature Trail of Sra Nang Manorra Forest Park. Здесь такая есть пешеходная дорожка через каскады водопадиков посреди джунглей. В общем, пойдемте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok с новописными пляжами, с такими красивыми камушками, как на Сейшелах. Эти пляжи очень пустынные, уединенные. Здесь очень немного туристов. И, соответственно, если вы ищете уединение и релакс в хорошем пятизвездочном отеле, добро пожаловать именно в этот регион, как сделали мы. Отдельно я отснял у нас на канале в обзоре отелей есть видео об этом отеле, где я подробненько расписываю номера, питание, территорию и так далее. В этом регионе достаточно много отелей. Как правило, все они 4-5 звезд. Очень тихие, спокойные. Здесь очень много отдыхает, прежде всего, иностранцев. Мало русскоговорящих людей. И, в принципе, здесь с русским тяжело. То есть, желательно знать английский язык. Помимо красивых, песчаных, спокойных, уютных, уединенных пляжей, в этом регионе нетронутые джунгли. Посмотрите, как с пляжа можно наблюдать вот такую буйную тропическую растительность. Причем, эта растительность присутствует во многих отелях, в том числе и в Маракея Каулак Резор, в котором мы отдыхали. Если говорить про цвет моря, он здесь не такой, нежели на знаменитых пляжах Ката, Каран на Пхукете. Вода здесь больше зеленоватая. Поэтому, друзья, приезжайте и вы сюда. Посмотрите отели именно в этом регионе. Обращайтесь к нам в турагентство. Я в этом регионе уже второй раз и могу так авторитетно заявить, что сюда стоит приехать и провести здесь именно релакс. Как мы выбрали после большого трипа по Таиланду, выбрали именно релакс в этом месте, что я рекомендую также и вам. Да, отели здесь действительно уютные. И наш Маракея Каулак Резорт не исключение. Должен также сказать, что вопреки расхожему мнению, здесь достаточно развитая инфраструктура. На улице, которая тянется параллельно береговой линии, множество кафе, ресторанчиков, магазинов одежды, сувенирных лавочек и экскурсионных бюро. Чего здесь нет, так это веселительных заведений. И молодежи здесь наверняка будет скучно. Но если вы ищете спокойный отдых в красивом месте, в отеле на берегу моря, то Каулак – это ваш выбор. В общем, спокойствие, природа и безнадежность. И так, ребятки, на этом я заканчиваю и это видео, и серию этих видео о нашем путешествии по Таиланду. Я ему говорю огромное спасибо, или, как говорят тайцы, кап хун кап. Мы провели здесь почти две недели, испытали очень много восхитительных эмоций. Мы видели очень много красивых, разнообразных мест. Закончили таким релаксовым, пляжным отдыхом в регионе Каулак. Поставьте лайк. Мы очень старались, Виктория, снимали для вас это, показывали вам все это. Я думаю, что это не сложно для вас, а для нас большое поспорье снимать все новое и новое видео для вас. С вами был Виктор, Виктория, туристическое агентство «Путеводная звезда». Приходите к нам. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok